Привет! В этом уроке мы используем Zoom для ПК и на Андроид. Для тестирования работы зума я буду использовать вот такой декор. Этот декор я стал благодаря графику, который вы можете сейчас посмотреть или скачать в этом видео. А теперь переходим к созданию зума. Для создания зума мы будем использовать такой компонент как камера. В камере у нас есть такой параметр как сайз. Благодаря этому сайзу мы будем делать всю работу. Если мы хотим приблизить изображение, то мы будем уменьшать это значение. А если мы хотим увеличить, то увеличим. Вот так получается. Также мы сможем менять позицию камеры самой по X или по Y. Благодаря этому у нас появится это движение зума. Также для этого нам нужно создать сам скрипт зума. Создаем. Теперь в этом скрипте мы создаем перемену, которая будет хранить значения после того, как мы нажали на экран. Теперь мы сделаем две публичные перемены, которые будут хранить значение наше минимальное, размер камеры и максимальное. Благодаря тому, что мы создали их публичными, мы можем их видеть в инспекторе. Вот, значит, минимальное наше значение, это то значение, которое мы хотим, чтобы размер был ограничен. Например, я хочу, чтобы было всего, вот так, например, было. Чтобы минимальный, чтобы минимальный мой взгляд был, например, 3. А максимальный пускай будет, вот так, давайте 9. И вот такие значения мы указали. Теперь создаем перемену, которая будет хранить смену скорости между размером и камерой. Создаем перемену мы закончили, теперь проходим создание метода апдейт. Чтобы проверить, что мы нажали на экран, мы будем использовать импульсочка Head Mouse Button Down. Это значит, что если мы нажмем левую кнопку по экрану, тогда будет срабатывать эта проверка. Значит, в этой проверке мы будем менять значение Attach Start. То есть, если мы нажали на экран, тогда мы будем перезаписывать значение Attach Start. То есть, мы будем брать значения камеры, проводить их в Screen to World Point. Мы будем считывать позицию, в которой находилась наша мышка в той момент. Теперь переходим в состояние зума на Android. Для этого нам нужно изначально узнать, что наши два пальца сейчас находятся на экране. Для этого мы будем использовать Input Touch Count. Сравнивая, если значение пальцев на экране 2, тогда мы будем выполнять следующий код. Первое, что мы делаем, это записываем значение от двух нажатий пальцев. Создаем перемену Vector2. Эта перемена будет сохранить разность между первым кусанием пальца и вторым. И так мы делаем из второй перемены. Создаем перемену, которая будет сохранить уже значение между вторым, магнитуд и первым. Теперь проходим в состоянии зума на ПК. Для этого мы используем проверку If и класс Input используем AtMouseButton. То есть, и здесь мы указываем 0. 0 это значит, что это левая кнопка мыши. AtMouseButton значит, что мы держим эту кнопку. В нашем случае это левая кнопка мыши. Теперь мы ставим перемену Direction, которая будет сохранить направление нашего зума. Дальше к позиции нашей камеры мы добавляем это направление. Зума метод, который будет отвечать за работу самого зума. Назовем мы его Zoom Camera. В этом методе мы меняем значение размера камеры. Благодаря Match.Claim мы сможем ограничить размеры нашей камеры. То есть, мы указываем перемену, которую мы изменяем. Это размер нашей камеры. Мы ее здесь меняем благодаря Геременту и Сенсиви. А также здесь мы указываем минимальное значение. Сумма это минусум и максимальное значение минусум. Теперь проверку для андроида. И здесь мы используем этот метод Zoom Camera. Здесь мы указываем разницу и умножаем ее на 0.01. Используем этот метод для ПК. Но здесь в отличие от андроида мы будем использовать колесико Медж. Для этого мы используем input.itx.itm. И здесь указываем mouseScrollingFill. И теперь мы сохраняем скрипт. Для этого нажимаем Ctrl-Shift-S. И теперь можем все проверить. Проверяем. Как видим, здесь значение скорости 0 стоит. Это направлено и благодаря этому нечленный робот. Ставим, например, давайте для тестирования 2 поставим. Теперь я кручу колесико мыши. И как видим, камера приближается и удаляется. Я могу так же так по ВСЦ. И все, отличная работа. Можно приближать. Также можно сменять, например, размер. Скорость. Давайте, например, на 99. И как видим, раз, два и все. Благодаря тому, что я провожу колесико мыши, значение камеры уже меняется на 90 сразу. И, как видим, 3, 9. Также можно сменить и размеры. Давайте вот на 112. Под длинность. Вот, как видим, вот такой уже размер. А вот так выходит. Все, на этом я буду заканчивать. Кому этот ролик помог, если понравился. Можете поставить лайк. Написать комментарий, на какую идею вы хотите выдаст следующий урок. А на этом все. Всем удачи. Всем пока.